Праздник 8 марта праздновали и в школе будущего. Для Международной Академической Школы Одесса этот весенний день особый, потому что отмечается в стенах учебного заведения впервые. Весь женский коллектив школы получил цветы и подарки от своих воспитанников и от президента образовательного комплекса Сергея Кивалова. Более 90% работников школы это представительницы прекрасного пола, от слаженной и ответственной работы которых зависит будущее города и страны. Поэтому участвовали женщин здесь в прекрасной праздничной атмосфере. Подробности в сюжете моих коллег. Первый звонок, День Учителя, Новый Год. Все эти праздники были впервые в стенах Международной Академической Школы Одесса. На этот раз коллектив учебного заведения впервые празднует 8 марта. В преддверии праздника президент образовательного комплекса Сергей Кивалов поздравил учителей школы будущего. Он отметил, что в школе, где воспитывается подрастающее поколение, особенно важна дружеская домашняя атмосфера. И ее создают именно учителя. Мы создали рабочие места для женщин, которые сегодня трудятся и работают. Я уверен, что наша школа, Международная Академическая Школа, будет иметь перспективу и будущее. Потому что там работают женщины, потому что они воспитывают наших детей, потому что они по-особому относятся к этой профессии. Дорогие женщины, примите самые искренние поздравления с праздником весны. Примите искренние поздравления с днем 8 марта. Пусть в ваших семьях, в ваших домах всегда будет уют, тепло, достаток и любовь. Храни вас Господь. Спасибо за все, что вы делаете. Ощущение приближающегося праздника сотрудницы Международной Академической Школы Одессы почувствовали еще утром при входе в школу. Мужская половина коллектива встречала своих коллег с теплыми словами и весенними тюльпанами. Это, наверное, такой сегодня тоже немного исторический день, потому что это 1-е 8 марта в Международной Академической Школе Одессы. Это ее первый год работы. Почему важно праздновать? Потому что это Международный Женский День. Именно в этот день мы отмечаем все-таки важность женщин в нашем обществе. От имени президента школы, президента национального университета, Международного Гуманитарного Университета мы поздравили всех женщин. Это и подарочные наборы, и цветы. Все женщины очень с радостью восприняли такой подарок от нашего президента. Все очень рады. Учителя школы прекрасно помнят, как несколько лет назад Украинский Институт национальной памяти хотел лишить 8 марта статуса государственного праздника. Именно тогда Сергей Кивалов поднялся на защиту Международного Женского Дня. Десятки депутатских запросов и обращений. Широкомасштабная акция «Мы защитим ваш праздник». И все приложенные усилия принесли результат. 8 марта, 1 и 9 мая до сих пор в праздничном календаре нашего государства. У нас в школе в первый год нашей работы праздники и некоторые события происходят впервые. Впервые мы 1 сентября пришли все вместе в школу. Впервые мы поздравляли здесь друг друга с Днем Учителя, с Новым Годом. И в преддверии 8 марта нас поздравляли с женским днем. Кроме традиционных утренников, которые обычно проходят в учебных учреждениях, когда детки готовятся и поздравляют своих мам. И сегодня утром наша мужская часть коллектива встречала нас всех с цветами и со сладкими подарками. Сегодня наш коллектив поздравил Сергея Васильевича Кивалова. Каждый учитель, каждая девочка нашей школы получила сегодня цветы от Сергея Васильевича и подарки. Очень приятно. Всегда мы в центре внимания. Труд учителей в воспитании подрастающего поколения трудно переоценить. Педагоги отмечают, что были очень рады получить поздравления от учащихся. Это дарит положительный заряд эмоций, придает силы и мотивирует на пути к новым достижениям. Это эмоции неописуемые, потому что вообще, по-моему, любая женщина с радостью получает цветы и подарки. А сегодня, когда заходит на урок, открывается дверь и заходит ученик первого класса и несет трогательно вот эти цветы, то у меня, честно говоря, ну чуть ли слеза накатилась, потому что это настолько трогательно. Такой маленький мужчина идет, несет тебе с такими глазами полной любви. Вот. И как это можно не оценить, и как не получить массу положительных эмоций. Дякую. Мы отримали дуже багато квитов. По-перше, от президента нашей школы Сергея Васильевича Кивалова. Прекрасные тюльпани, сразу настрой весняный. Дякуемо за увагу, за пеклування, за щирі слова, за побажания. Звичайно приємні слова від директора школи, від керівництва і до всіх хлопців нашої школи, які нас вітали, зразу біля дверей. І це було дуже приємно, чудово, надзвичайно приємно. Восьмое марта в школі – це не тільки поздравлення учителей, но і детські утренники. В связі з пандемією і карантинними ограничениями адміністрація не змогла провести класичні детські концерти для родителей. Тому вони нашли цифровой выход. Каждий клас снял своє видеопоздравлення для родителей. В преддверії 8 марта ми з детьми приготовили видеопоздравлення для мам, для того, щоб во время карантинна ми могли достойно поздравити і з душою поздравити наших мам. В этот предпраздничний день не тільки учителя, но і все учениці Международної академічної школи Одеса получили цвети від президента школи Сергія Кивалова. Маленькі одесіты також, в свою очередь, старались порадувати своїх мам в канун праздника. Все вони вийували стихи і сделали відкритки своими руками. Соберем для мамы робота такого, чтобы всю работу делала, и стирала, и варила, и полы на кухне под металл и мыла, и чтобы могла что-то в головной станижке. Читала нам сам со стронкой книжки. Приезд к работе, мама удивится. Никакой работы, можно спать ложиться. Мы эти открытки сделали для мамы и для бабушек. То, как хочет. Нам сегодня подарили два мальчика в нашем классе. Всем нам подарки. Сегодня мне мальчики, я от мальчиков и от Сергея Васильевича получила подарки. Мне было очень приятно получить такой подарок. Трогательное поздравление, которое подготовили ученики Международной академической школы Одессы для своих любимых матерей и учителей, запомнится надолго. С этого дня одной прекрасной традицией в школе будущего стало больше.